МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И объясняет, как формировался тюменский характер. Кем были предки, что им пришлось преодолеть, чтобы выжить в Сибири. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор. На стенде за несколько минут можно узнать историю нашего края, посмотрев уникальный диджитал-сериал. Сердце Тюменской области сделано в виде пикселей, как в популярной компьютерной игре. Много интерактивных моментов. Вся информация в простой доступной форме. Ведь в первую очередь выставка рассчитана на подрастающее поколение. На тех, кому совсем скоро предстоит прийти на производство, учить детей, лечить земляков, строить дома, разбивать нашу экономику. Отметил Александр Моор. Народов много, родина одна. В Тобольске в рамках празднования Дня народного единства состоялся благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. А представители диаспор организовали выставку народного творчества. На праздники побывала Наталья Китова. Тобольск многонациональный. В благотворительном концерте в День народного единства приняли участие артисты Центра искусства и культуры Тобольска, национальные коллективы города и Центра сибирско-татарской культуры. Гости праздника окунулись в культуру народов, проживающих в нашем городе. Мы всегда жили вместе, дружно. Я помню, что приезжали строить нефтехимы, тут остались даже. У нас сосед был грузин, а наверху над нами белорусская жила. Мы всегда жили вместе. Интересно, как другие танцы посмотреть, другую культуру, и помочь нашим солдатам. Дружба между народом. Чтоб все семьи дружили, как и раньше. Ходили в гости, не смотрели. Татары, узбеки, русские, украинцы. Пока одни наслаждались яркими концертными номерами, другие знакомились с многонациональной культурой на выставке декоративно-прикладного творчества и принимали участие в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов. Весь день на площадке работал Центр поддержки мобилизованных табаляков под патронажем добровольческого движения Тобольска. Каждый желающий мог помочь участникам специальной военной операции. В нашем городе был открыт благотворительный фонд по сбору средств. За это время надо сказать большое спасибо табалякам и предпринимателям отдельным, которые вложили средства в фонд благотворительный. На эти средства были приобретены необходимые вещи и для солдат, и воинское снарожение. Сейчас на данный момент у нас собрано порядка 300 единиц. Мы готовим эту партию к отправке в Совет ветеранов, чтобы они дальше уже распределили ее между подразделениями. То есть нам приносят предметы первой необходимости, теплую одежду, носки, продукты питания длительного хранения. Кроме того, есть потребность в простых медикаментах. За время концерта, помимо гуманитарной помощи, удалось собрать более 60 тысяч рублей. Все средства пойдут на нужды участников специальной военной операции. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Жалобы на холод в квартирах, плесень и проблемы с канализацией. Жителям одного из многоквартирников в Огайо приходится обращаться за помощью в региональное отделение Народного фронта и в прокуратуру, так как больше решать их коммунальные проблемы некому. В ситуации разбиралась Анастасия Плюснина. Этот дом был введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Все 39 квартир предназначены для детей-сирот. Александр Дорофеев в марте этого года переехал сюда вместе с супругой. Однако радость новоселья омрачили трудности. Проблемы с сантехникой, возникновение плесени на трубах беспокоят многих жителей устройства кровли. И холод в квартирах. Александр утверждает, что сейчас температура в среднем 17 градусов. Мы люди, мы мерзнем. Мы обогреватели все равно запускаем, свои дополнительные масляные вентиляторы. У меня дома, я встаю на пол, у меня как будто я на улицу вышел босиком. Я уже запенил, по-моему, все стены и все равно так же. В Огайо два таких многоквартирника для детей-сирот. В соседнем доме тоже проблемы. Одна из них – канализационный потоп. Чтобы разобраться в ситуации, с жителями встретились представители Народного фронта, районы администрации, прокуратуры и застройщика. Побывали в квартирах, осмотрели крышу, подвалы. Пришли к выводу, что проблемы решаемы. А их причина – нет должного обслуживания домов. Потому как нет управляющей компании. Некому и выстраивать взаимодействие с застройщиком, чтобы устранять недостатки, пока действует гарантийный срок. Ненадлежащим образом эксплуатируются определенные инженерные системы, которые тянут за собой появление той же самой плесени, например, потому что появляется вода, потому что вода появляется из-за того, что там не обслуживаются отливы. Понятное дело, что есть вопросы к фасаду, есть вопросы к отмостке, которые мы в первую очередь будем устранять, потому что мы видим эти вопросы, сами визуально, так скажем, их наблюдаем. И как застройщик не останется в стороне, во-первых. Во-вторых, конечно, будем выполнять все свои гарантийные обязательства. По словам представителей администрации Вагая, в приемке домов они не участвовали. Провели тендер по выбору управляющей компании. Однако ни одна организация не заявилась. В селе обслуживанием домов занимаются в основном товарищества собственников жилья. Но чтобы его организовать, жильцы должны являться собственниками квартир. Здесь нет ни одного собственника. Все жилье выдано по социальному майму. Соответствующим образом должна быть найдена какая-то структура альтернативная, которая должна обеспечить людей защитой. Все дальнейшие действия людей по устранению недостатков, как-то текущий ремонт, капитальный ремонт, они все будут разбиваться вот об эту стену. Народный фронт намерен направить обращение в областную прокуратуру. Свою экспертную оценку в течение месяца даст и Роспотребнадзор. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко, Тобольское время. Инсталляцию «Общность мнений» создали в мультицентре «Моя территория» представители молодежного сообщества Тобольска. На гранях Куба они разместили разноцветные карточки, которые заполняли совместно с жителями города в ходе акции «Общие грани». У педагогического института на Красной площади и в других бойких местах активисты, общаясь с табликами, выясняли их отношение к дню народного единства, к стране и народам ее населяющим. Лидеры и люди отвечали, чем же они гордятся, как они могут выразить свою любовь к своему народу, народностям и к своему городу. У нас была одна из карточек. Начало было «Вместе мы» и самый частый ответ был «Сила». Вместе мы все сможем. Видеоролик и позитивное фото, сделанное на фоне инсталляции, юноши и девушки выложат в соцсети, чтобы зарядить оптимизмом земляков. Почти 3,5 тысячи человек посетили «Ночь искусств» в Тобольске. Горожане и туристы смогли стать зрителями концертной программы, поучаствовать в мастер-классах и окунуться во дворцовое сновидение. Подробности расскажут наши корреспонденты. Он летал в одиночку на воздушном шаре, он летал за погодными явлениями. Завораживающей темноте экскурсанты погружались в историю. Картины и экспонаты рассматривали с фонариками в руках. В необычной атмосфере дворца-наместнику узнавали интригующие истории и легенды. «Каждый день чистая страница жизни, мы решили ее красиво в почве». «Вот этот полумрак, он придает загадочность, таинственность, обостряет все чувства. Ну и, конечно же, вот хотела, дети у нас первый раз подросли наконец-то. Мы решили их сводить». «Ночь искусств» объединила сразу несколько исторических культурных мест. Гостиный двор, тюремный замок, губернский музей и другие. Для табаляков у гостей города проводили и различные мастер-классы. Например, искусство создания гобелена. «Я раньше слышал про то, что можно гобелена плести, но вот такая возможность самому попробовать появилась впервые. И я, конечно же, не мог пройти мимо и позвал всех своих друзей. Получиться в итоге должна символичная картина «Ночь искусств». То есть, как видите, здесь много темных тонов». Всероссийская акция дала возможность поучаствовать в интерактивной программе, стать зрителями спектаклей свободного молодежного и драматического театров, а также насладиться концертом ансамбля русских народных инструментов «Табалеск». С таким воодушевлением все это играет, прям очень супер. Особенно первый номер был, хотелось танцевать, и классно. Мы давно мечтали в городе Тобольск побывать. Едем завтра в Тюмень, в Тюмени мы уже были, но вот Тобольск был особым местом, к которому мы специально приехали. Всего «Ночь искусств» в Тобольске посетили почти 3,5 тысячи человек. Елена Макова, Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. «Тобольское время». Свежий взгляд на Островского. Тобольский драматический театр представил постановку «На всякого мудреца довольно простоты». Классическая пьеса предстает перед зрителем в современных реалиях. На премьерном показе побывала и наша съемочная группа. Родня, родни, розни. Таких, как вы, мне не надо. Сначала драматически. Глядя на актеров за кулисами, сразу и не поймешь, кто уже облачился в костюмы. Герои Островского в новой постановке современны, как никогда. Вспектакли смешения разных эпох. Встречи в бане и спа-салоне. Советские песни о Москве, модные англицизмы в речи. Если бы оставили старый островский язык, старые обороты, больше половины зала, это было бы непонятно, неинтересно. Понятно, что мы все это читали, что это все известно, но это было бы не близко, это было бы не сегодняшний день. А благодаря вот этому интересному варианту, нестандартному подходу, оно становится близко, понятно, современно. За 155 лет люди не изменились, подчеркивают создатели спектакля. Те же страсти и те же пороки. Поэтому признаки времени стираются. Просто сам способ вот этого, значит, жанра, да, ну не жанр, взгляда на события, он нас увел все-таки максимально туда, куда увел. В принципе, я не против эклектики гармонизированной, но что-то удалось. Это очень современно, для молодежи это, в принципе, очень познавательно. Егор Глумов ищет местечко потеплее, используя полезные знакомства. Льстит, угождает, подкупает. Такая объемная главная роль Марату Камалиеву далась нелегко. Это интересно, это и сложно. Вот честно, мне было сложно. Сложно работать, там я многое не понимал, было много задач, было несколько задач на одну сцену. Тут так-то, так-то, так-то и так-то. Возможно, современный взгляд на Островского сделает «Бессмертную классику» понятнее и ближе зрителю. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Осенняя погода сибиряков солнцем не балует. Недостаток витамина Д приходится восполнять. Прекрасная альтернатива таблеткам и порошкам – натуральные морепродукты. Подробнее в нашем материале. В Тобольск приехала рыба Камчатки. Полезные дальневосточные деликатесы понравились горожанам, и они с нетерпением ждут свежего привоза. На ярмарке снова разнообразие рыбы – копченая, соленая, вяленая. Коронный продукт среди камчатского улова – чивыча. И богатая омега-жирами красная икра. Крупная, зернистая и вкусная. Мы для вас привезли рыбку Камчатского края, холодного, горячего копчения, слабо-солененькая, очень вкусная рыбка. Самая жирная у нас королева лососевых – это чивыча. Очень богата витаминами. Также есть у нас рыбка малокалорийная. Те, кто сидит на диетах, очень полезная рыбка. Тунец, марлин, а также кальмар горячего копчения, чистый белок. Рыба натуральная выросла в естественных природных условиях. Химические концентраты при хранении деликатесов не используются. Продукт доставляют на прилавке в кратчайшие сроки, без заморозки. Это позволяет сохранять полезные свойства. Перед покупкой каждый может рыбку продегустировать. Белорибуц попробовала первый раз, не пробовала. Очень вкусно. Нам ведь нужно вкусно, полезно. Своего-то нет. Привозят, мы очень рады. Рыбка мне очень в душу запала, как говорится. Очень вкусная. Выбор большой, рекомендую. Не сильно соленая, слабосоленая. Вкусная, нежная, приятная на вкус. При правильном хранении рыбный продукт не теряет своих качеств. А значит, можно взять впрок и поставить на праздничный стол. Дальневосточные деликатесы можно приобрести на ярмарке «Рыба Камчатки» по адресу. 6-й микрорайон, строение 14, дробь 8. Бывший магазин, спецодежда, второй этаж. По 12 ноября включительно. Деловой партнер. Программа «День за днем». Выставка продажа «Рыба Камчатки». Добольск не пропусти. Вкусная рыба с самой Камчатки. Чивыча, палтус, белорыбеца, нерка, красная икра. 7-го по 12 ноября. 6-й микрорайон, 14, дробь 8. Бывший магазин, спецодежда. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин